Приветствуем всех, кто к нам присоединился. Недавно в Петропавловске прошел областной этап конкурса First Lego League Challenge. Одну из команд представили ученики Назарбаев интеллектуальной школы. Они и заняли пальму первенства. Теперь их ожидает республиканское состязание. Мы пригласили ребят к нам в гости. Ислам Итарлан, доброе утро. Как ваше настроение? Здравствуйте. У меня хорошо, отлично. Здравствуйте. Все хорошо. Поздравляю вас с победой. Прежде всего, расскажите о конкурсе. Вообще First Lego League это ежегодное соревнование. Оно на протяжении около 10 лет, наверное, уже проводится во всем мире. Это считается как международное соревнование. Дети со всего мира участвуют. Например, в США, в Китае, Россия, Казахстан. Вообще многие страны активно в нем участвуют. Сейчас мы прошли лишь первый областной этап. Дальше у нас будет в конце февраля республиканский этап. И если мы пройдем данный этап, то мы уже поедем на сами международные соревнования. И будем защищать честь нашей страны. Что вы представили на этом конкурсе? На этом конкурсе мы представили... Вот на First Lego League есть четыре направления. Получается игра роботов, инновационный проект, основные ценности и дизайн робота. Мы представили свой проект, получается, направленный на облегчение выступления актеров в кукольном театре. А также в игре роботов мы показывали... Нам нужно было пройти всю карту, выполняя задания. Вообще данные соревнования, они разносторонне пытаются как-то улучшить... Не улучшить, а развивать детей. Потому что, например, вообще когда человек переговорил с учетом робототехника, ему будет казаться, что тут одно программирование и так далее. Но на самом деле, даже я сколько занимаюсь постоянно, узнаю что-то новое. Даже вот данные соревнования, особенно данные соревнования, они специально поделены на четыре группы, можно сказать. Во-первых, это игра роботов. То есть, да, вот там самое главное – это робототехника. Это вы должны собрать робота, получается, пройти специальные миссии, набрать большинство количества баллов, получается, соревноваться друг с другом. Также есть дизайн робота. Это тоже как-то связано с робототехникой, но там более идет ваше креативное мышление, потому что вы должны придумать вообще робота, с нуля собрать его так, чтобы он, например, за меньшее количество действий мог сделать намного больше заданий. Также инновационный проект – это тоже развивает творческое мышление. Например, чтобы найти вообще какую-то проблему, мы с нашей командой ездили в кукольный театр, в различные театры, чтобы вообще узнать, какие проблемы у нас есть. И получается, данное соревнование развивает наши коммуникативные навыки различные. И вообще дружбу в команде, потому что мы все вместе, наш 8 человек в команде, мы все друг с другом контактируем, можно сказать, коммуницируем. И вообще одной из самых важных целей данного соревнования – это как раз-таки дружба, взаимопомощь и так далее. Не только внутри команды, но и между командами. Отлично. И расскажите, пожалуйста, что сегодня вы у нас здесь представили? Вообще вот это наши роботы. Получается, мы тут используем технологию того, что у нас колеса находятся на одной прямой линии. За счет этого они могут крутиться вокруг своей оси, почти не двигаясь. Соответственно, это тоже относится к дизайну робота. Так мы можем выполнять большее количество заданий. Также в данных соревнованиях, если ваш робот вернулся на финиш, то вы его можете как-то модифицировать, чтобы проходить другие задания. Поэтому мы решили создать такую систему, как типа насадок, чтобы, например, у вас робот с этой данной насадкой приехал, например, сделал какую-то задачу, и вы можете легко его убрать и поставить, например, другую код, как на этом роботе и обратно. И тем самым это увеличивает вообще вариативность нашего робота, потому что мы можем на одной, можно сказать, базе сделать множество различных насадок и собирать и выполнять различные миссии более эффективнее. А вот это вот что такое? Это наш второй робот. То есть у нас есть два идентичных робота. Это сделано для того, чтобы мы могли параллельно выполнять различные задания, программировать роботов. И мы считаем это очень удобно, потому что, ну, не разрываем одного робота, можно так сказать. Вот, например, данная насадка, вот этот вот фиолетовый носик, он нужен, чтобы как-то пассивно проходить различные миссии. То есть у нас есть некоторые задачи, где нужно крутить моторами, как-то поднимать что-то, а также есть задачи, где это не надо, не нужно. Вы можете просто, например, где-то толкнуть, где-то подтянуть, без моторов, просто пассивным образом. Очень интересно. А как долго создается вот один такой? Вообще база робота, мы ее создали уже где-то на протяжении недели, можно сказать, потому что вообще лего само по себе дает огромное количество возможностей, и нужно потратить довольно много времени, чтобы сделать из этого то, что могло наиболее эффективнее и быстро походить какие-то миссии. А, например, насадки мы уже делаем по ходу игры, то есть, например, когда мы программируем робота и понимаем то, что тут чего-то не хватает, или тут добавить, то мы пытаемся вот быстренько набросать сначала идеи, можно сказать, и потом уже данные наброски уже создать настоящую насадку, которая будет наиболее удобней. А и теперь, ребята, расскажите, как вообще вы пришли в робототехнику, как связали жизнь с ней? Тяжело ли? Ну, как у меня получилось? Получается, в прошлом году проходил First League League, команда с нашей школы впервые участвовала в данных соревнованиях. Я, проходя мимо кабинета, меня позвали, я заинтересовался, мне стало очень интересно, и вот по сей день я занимаюсь робототехникой регулярно. Вообще, я робототехникой занимаюсь довольно давно, с пятого класса, наверное, я плотно занимаюсь робототехникой, потому что у нас в городе это было, только набиралась популярность, робототехники вообще в нашем городе, и мне стало очень интересно вообще, что это такое, особенно, когда первый раз слышишь, что такое робототехника. Я пришел на первые занятия, и мне настолько понравилось создавать что-то новое, видеть вообще воплощение, можно сказать, своих меч, или что у тебя вообще в голове, потом как-то это программировать. И вообще в жизни мне всегда нравилась техника, такого рода программирование, из-за этого данное дело мне сильно по душе, и вот до сих пор на протяжении уже пяти лет я занимаюсь робототехникой. А как ваша школа поддерживает вас? У нашей школы хорошее финансирование в плане робототехники, потому что вот у нас есть множество деталей, множество датчиков, моторов, соответственно, используя их, мы можем участвовать на таких вот соревнованиях, на которые тоже также нужно финансирование. Ну, наша школа всячески поддерживает и помогает нам. Также насчет занятий. В нашей школе учатся с седьмого класса, и с седьмого класса вы сразу же можете записаться на элективный курс робототехники. Вообще он проводится два часа в неделю, но если у вас есть страстное желание заниматься робототехникой хоть каждый день, вы можете спокойно приходить в течение недели после урока хоть до шести-семи часов сидеть, пока последний учитель не уйдет со школы. Поэтому в этом плане у нас сильно развязаны руки, ведь у нас нет вообще никаких ограничений по времени, лишь желание и все. Планируете ли вы связать свою дальнейшую жизнь с робототехникой? Может быть, хобби перейдет в профессию, например? Например, я вообще с детства хочу стать инженером, и поэтому я считаю, что вообще робототехника и вообще данный навык мне сильно поможет в будущем для поступления в вузы на инженерный и вообще в общем, чтобы дальше развиваться в этой сфере. А ты, Ислам? Ну, мне на самом деле интересна тема астрономии, астрологии, меня тянет к космосу, поэтому я думаю, что робототехника это будет таким жирным плюсом в моем портфолио и, в принципе, в развитии. Такой вопрос, какое открытие в робототехнике вы считаете одним из самых важных за всю историю, например, мира? Вообще, я считаю, что одним из главных достижений робототехники это различные станки, потому что я считаю, что их тоже можно считать как вообще в сфере робототехники. Например, сейчас многие машины и вообще различная техника создается при помощи роботов, при помощи рук роботов, тем самым это сильно оптимизирует процесс создания различных машин тех же самых, потому что если раньше для создания одной машины нужны были целые бригады людей, которые могут где-то закрутить болтики или так далее, то роботы в этом плане довольно точные, быстрые и так далее. Также хочу сказать, что недавно робототехника развивается в совершенно другой сфере, это в сфере пятицинга. Например, недавно вообще слышал то, что величайшие умы нашего времени создали нанороботов, которые с размером, наверное, в 10 раз меньше нашего волоса, и при помощи их они пытаются бороться с различными патогенными организмами, и может в будущем различные роботы смогут вылечить такие болезни, как рак или другие. Я думаю, что важнейшим открытием в плане робототехники это было именно создание вот таких вот лего-деталей, потому что это развязывает руки для детей, потому что маленькие юные умы, они могут также использовать эти детали, воплощать своих роботов из воображения, вот, и также развиваться в данном направлении. А есть ли такой проект, который вы хотели бы реализовать? Ваша мечта такая? Моя мечта это, наверное, стать каким-то известным первооткрывателем, исследователем, например, как тот же Илон Маск или Стив Джобс, которые совершили огромные открытия, которыми мы пользуемся по сей день, и их имена плотно вошли в историю, и вообще один из мечтей тоже создать что-то стоящее, что оставит мое имя, мою фамилию на учебниках, в истории и так далее, если смотреть клапанин. Ну, вообще, мне хотелось бы вот воплотить данный проект, который мы сейчас делаем, воплощаем в жизни на тему мастер-пиц, это вот конкурс, в котором мы участвуем. Проект, который мы создаем, он направлен именно на искусство, соответственно, сейчас искусство, оно не так популярно, поэтому его нужно всячески поддерживать, и вот технологиями мы сможем его возобновить. Отлично. И вот, кстати, теперь вы будете участвовать в республиканском турнире. Когда он пройдет, будете ли что-то дополнительное еще делать, создавать, может быть? Сами соревнования пройдут 22 февраля, начнутся, получается, в городе Асана. Мы сейчас усердно работаем над развитием нашей идеи и в основной части инновационного проекта. Добавляем, улучшаем с помощью 3D-моделирования, лазерные резки по дереву, технологии Ардуино, для того, чтобы развить наш проект и представить его в лучшем свете. Хочу еще дополнить то, что вообще вот данные соревнования, FLL, они очень разносторонне развивают нас. Например, это не только робототехника, это только, как сказал Ислам, это моделирование, это различные какие-то коммуникативные навыки, потому что вообще в FLL есть отдельная часть, это социал-медиа, то есть вы должны, как вы готовитесь к соревнованиям, ввести Инстаграм-аккаунт, в розничных сообществах, не только Инстаграм, ТикТок и так далее, и показывать вообще подготовку. И тем самым создатели вообще этих соревнований хотят развить совершенно другие навыки, не только робототехники, но и социальные, и, что можно сказать, дети всесторонне развивались. И напоследок, что вы можете пожелать детям, которым также интересна робототехника, но пока они не знают, с чего начать? Я считаю то, что, ну, как это странно звучало, это просто начать этим заниматься. То есть сейчас, как я знаю, во многих школах есть активно пропагандируется, активно развивается робототехника. Например, не только в нашей школе, но в моей прошлой школе, в которых я учился, тоже довольно быстро развивается робототехника. Также хочу сказать, если у вас есть прям сильное желание, то у нас в школе, вообще в городе есть различные кружки по робототехнике, и если вы чего хотите добиться, то стоит просто начать. Ребята, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в гости. Я хочу пожелать, чтобы все ваши мечты, ваши планы осуществились, и победы вам на республиканском этапе. Спасибо вам большое. Удачи.